в топ десятку мест рекомендуемых для посещения в польше десятку во всей большой польши заходим свято-липком это монастырь и эта стена которая вокруг самого монастыря внутри к стен идет гигантская колоннада обратите внимание с такими куполами это не церковь это не храм это не костел это просто вот такая колоннада условно говоря забора для того чтобы на первую ощущение для чего он такой нужен для того чтобы здесь могли уединиться паломники смотрите какая замечательная штука здесь можете есть всем и принимать исповеди у верующих и вот эта большая колоннада ты вроде бы находишься перед храмом перед богом и спокойно беседуешь монахом который те наставляет на путь истины очень уникальная штука я был здесь неоднократно все это липки но вот как-то не доводилось пройти пока этой колоннаде а вам очень советую довольно прикольно то есть мы видим что она не вся отреставрированная то есть буквально 1 несколько метров они отреставрированы ровные а все остальное это уникальные фрески вот посмотрите какая прелесть какая роспись если вы поймете что это находится на севере польши не в столь богатых местах и вообще-то место как бы но априори непонятное но что людей заставило сделать вот этот монастырь в этом месте это просто нереально даже в наши дни построить вот такое это безумно дорого и безумно нереально и благо что вы здесь оказались она не многолюдная она мало туристические и мало известное место и вы здесь реально можете побыть монахом побыть реально ником здесь можно остаться в отеле специальным да и здесь можно просто молиться гулять быть наедине с богом с природой и кайфовать от этого вот обратите внимание я просто обхожу сам костел вот просто вокруг костла гуляю вы видите эти коридоры видите эту колонаду видите здесь тысячу китайцев это реально уникальное место и если ребята уж жизнь так приспичило что жить не хочется свято липко вы бы видели какой здесь ксенс человек православный но если вдруг мне будет не по себе я сюда приеду на недельку-другую для того чтобы восстановить свое духовное здоровье место на самом деле очень крутое ну скорее всего крутой из-за своих же опять же особенностей тех людей которые находятся в этом месте ну а именно самих монахов заходим в храм костел извините вы только представьте какой-то костел это храм девы марии является одним из самых важных архитектурных памятников в стиле позднего барокко в северной части польши интересным элементом святыни является главные ворота ручной ковки мы когда входили на них смотрели это действительно очень уникальная вещь на что здесь не уникальная вот посмотрите на этот алтарь грубо говоря такой маленьком ну провинциальном костле а кстати вот эти голубые колонны я что-то похоже вела в новом и иерусалиме в москве вот я прям копию их могу утверждать их видел сейчас мы видим свято липко чуть слева она виделась но свято липко это святая липа липа на которой было обнаружено иконы девы марии который сделал как был ранее заключенный которому грозила смертная казнь ну ладно не об этом трудно понять нет не обладая информации о том что здесь было на самом деле я просто кайфую от архитектурного барокко барокко в религии то есть мы должны понимать что такое барокко барокко это искусство щедрое искусство все дозволенности искусство чего-то богатого и оно пришло на смену готики когда человек гру говоря был каким-то жалким испражнением а тут вдруг стал человек творец и вот она свобода данная человеку конечно же на религиозные почве на религиозной теме но здесь человек проявил себя во всю красу и если вы видите то что вижу я то вы должны понимать что это было сделано 300 лет назад без каких-либо либо механизмов то есть этот костел был строительство начало в 1719 году а закончилась 1721 году и вы должны понимать что у людей не было тогда никакой техники не было никаких механизмов и специальных знаний вот в наше время вот это построить возможно как вы думаете и здесь просто вот архитектурный оргазм и единственно что вам остается это только восторгаться потому что на самом деле этому 300 лет 300 лет назад это сделали тысячи людей несколько поколений которых больше нету и они оставили нам это наследие и находится это не в каком-то ватикане там москве в нью-йорке это просто в лесу в глуши орган в данный момент он не играет но я неоднократно слышал как он играет как это было возможно 300 лет назад посмотрите на качество отделки посмотрите на мысли человека у которого не было 3d воображение который не мог делать проекты это все делали вручную на воображение человека насколько мог человек в барокко делать великие вещи насколько мы утеряли это и гуляя здесь я просто не переставлял задавать себе вопрос как как это возможно свято липко это такое место скрытое где-то в мазурских болотах лесах который напоминает о нам что мы человеке в двадцать первом веке действительно ничтожество и мы зашли куда-то не туда если люди 300 лет назад голыми руками делали такое то в наше время используя всю современную технику и финансовые пирамиды и банки все возможное это невозможно повторить я вам советую приехать сюда ребята если планируете маршруты по почте по гуле ну по польше погуглите и если у вас есть возможность заскочить сюда уделите этому хотя бы пару часов а как видите вы здесь будете гулять одни со своей семьей здесь не многолюдно это очень такое богом забытое место но здесь есть слова бог здесь есть память поколений за что я люблю больше там это сохранилось это пережила войны все войны и вот этот красавец баракальный храм которому 300 лет каждый его элемент это просто заслуживает какого-то такого особого уважения то есть вот мы смотрим на его со стороны он просто великолепен ты просто ходишь и кайфуешь с каждого ракурса с каждого момента заходя внутрь прогулявшись по колонаде выйдя зайдя это действительно запомниться вам на всю жизнь это действительно очень кайфовое место здесь действительно есть смысл вот посмотреть вот вглянуться вот что это что означает этот символ и уже потратить жизнь на это изучение чтобы означает вот этот символ что обозначает вот ведь наши же потомки ой предки они же в этой архитектуре зашифровали какой-то код который вот стоит где-то в глубоких лесах и озерах мазурах вы заезжаете сюда и каждый этот код читает по-своему каждый отсюда уезжает вот те ворота про которые говорил ранее уезжает вот каким-то заряженным вот кстати этот отель для паломников в котором вы можете приехать и остаться и походить на службу помолиться но сделать какой-то рестарт своих мозгов мыслей ценности и так далее это музей в котором скажет на вся история этого замечательного места к сожалению во время посещения был закрыт поэтому я просто эмоционально рассказываю про этом месте без фактов к сожалению это реклама моей страны я из латвии посетил это замечательное место и надеюсь смотивировал вас на сегодня все до новых путешествий с вами был владимир пока